В Югре прошла акция «Молодёжная коробка добра». Молодые люди со всего округа собирали для своих ровесников с Донбасса гуманитарную помощь. Таким образом, югорчане поздравили их с Днём молодёжи. В Нефтьюганском районе к акции присоединился практически весь посёлок Сингапай. Молодые люди подготовили специальный набор продуктов, чтобы жители Донбасса почувствовали праздничное настроение. А все посылки пометили особой наклейкой. Все собранные коробки и открытки с добрыми пожеланиями передают в гуманитарный корпус Югры. А уже оттуда они отправляются жителям Луганской и Донецкой республик. Я считаю своим долгом помочь. Если у меня есть возможность, я помогаю. Добро всегда возвращается. Вдвойне возвращается добро. И объясняю это тем, что самому приятно это. И душой, и всем приятно становится, когда ты совершаешь добро людям. 27 июня празднуется День молодёжи России. И мы очень хотим, чтобы этот праздник был и у молодёжи Донецкой народной республики, и Луганской народной республики. В коробку мы сложили всякие молодёжные штуки, снеггерсы, мамба, чай, сгущёнка, чтобы действительно порадовать людей. Гуманитарную помощь от жителей Ханты-Мансийского района уже отправили в Сургут. Всего около трёх тонн. В этот раз в муниципалитете сделали акцент на детском питании и средствах гигиены. Жители Ханты-Мансийского района также принимают участие в акции «Подари чудо детям». Передают мягкие игрушки, сладости, наборы для творчества юным жителям Донбасса. Всего югорчане собрали и отправили в ДНР и ЛНР около 250 тонн гуманитарной помощи. Это товары первой необходимости, продукты питания, одежда, книги и лекарства. Когда ты уже туда съездил, ты понимаешь, что именно ты там нужен сейчас. Когда по телевизору другая картинка рисуется в голове, а когда ты уже там побывал, ты понимаешь, что этим людям, ну как ты не поможешь, да, это чисто по-человечески, душевно. Ты понимаешь, что вот это у них дом потеряли, да, ты видишь семью потерянную, там потерянные глаза ребёнка, который два месяца жил в подвале, и Чумазово там, с родителями. Ты понимаешь, что это когда долг родины на свой дать, хотя бы гуманитаркой. На сегодняшний момент здесь со сложностью логистики, на самом деле, и в связи с тем, что уже поступают конкретные заявки с территорий Луганской и Донецкой области, как бы списки конкретизированы, поэтому, соответственно, вот уже данный, получается, транспорт мы отправляем по конкретным заявкам, полученные с этих территорий. Три с половиной тонны гуманитарного груза. Это ещё один подарок, который получат жители ДНР от югорчан. В этот раз помощь собрали казаки Станисы Сургутской. Несколько месяцев они ставили концерты, чтобы привлечь жителей Сургута и Сургутского района. Впервые они отправятся в путь самостоятельно. Большая часть гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик уже собрана. Концертов было несколько, это в основном привлечение народа. Гуманитарная помощь была уже при концертах. И у меня прям слеза покатилась по лицу, потому что я прям загордилась за родителей воспитанием детей. И оказывается, у нас так много отзывчивых людей, и все с удовольствием привозили, и привозили, и привозили. Мы уже закончили, уже закрывали, а люди все везли, и везли. А еще казаки объездили весь Сургут и все поселения Сургутского района в поисках гуманитарной помощи. Как говорится, стучали практически в каждую дверь. Давали объявления на сайте, подключили знакомых и сами вложились. Общими усилиями собрали три с половиной тонны. Свободное от работы время. Прихожу, ну, свое личное время, конечно, как бы. И мне как бы нравится быть, участвовать. Ну, это нужно, по-другому никак. Аксения Рамаданова уже ездила волонтером в Донецкую народную республику. Отправилась туда одна, вступила в состав поисково-гуманитарного отряда. Сейчас многодетная мать отправится с казаками вновь. Наверное, первый раз. Тяжело. А потом без этого жить не можешь. Потому что ты понимаешь, что там люди ждут тебя, ждут. Потому что если я откажусь, еще кто-то откажется, кто им еще поможет. Гуманитарную помощь казаки Станицы Сургутской собирают с 2014 года. Всегда отправляли груз через добровольческий гуманитарный корпус или служащих. В этот раз арендовали транспорт и поедут самостоятельно. Едем в Донецк. Там пункт приема разгружаем машину, чтобы освободить все. А уже по точкам, по городам, по поселкам освобожденным все уже будем сами развозить на нашей машине Станичной. Мне хочется доставить и, как сказать, убедиться все, что дошло на место. Чтобы перед людьми, которые собирали гуманитарную помощь, отчитаться, что их помощь, их ревение помочь не прошло даром. Редактор субтитров А.Семкин